Еще одна новость сегодняшнего дня. Экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову второй раз оштрафовали по статье о дискредитации российской армии. Она должна выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. Напомню, что по законодательству Российской Федерации повторная дискредитация армии может стать вообще поводом для возбуждения уже и уголовного дела. В первый раз Овсянникову оштрафовали за высказывание у Басманова суда, где избиралась мера пресечения Илье Яшину. Там экс-редактор назвала войну самым ужасным преступлением 21 века. За что Овсянникова получила второй штраф, обсудим с ней лично. Она подключается к нашему прямому эфиру. Марина, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Вы знаете, это был, я вас немного поправить вынуждена, потому что это был уже третий административный штраф за дискредитацию якобы армии, потому что первый штраф был в марте, извините, сразу после моего протеста в прямом эфире. Они тогда тоже оштрафовали меня за видео, которое я выложила на Фейсбуке, в котором я объясняла причину своего протеста в прямом эфире. Соответственно, второй административный штраф был уже за мое интервью возле Басманного суда в защиту Яшиной. И вот это уже третье по счету административное дело, в очередной раз абсурдное дело, потому что, скажем так, оно было возбуждено задним числом, еще когда я находилась в Германии. Оно было возбуждено в середине июня, и никто о нем меня не уведомил. Более того, как выяснилось сегодня, они прислали мне повестку по этому административному делу на тот адрес, где я уже не прописана порядка, ну, почти пять лет я уже не живу по этому адресу, не прописана там. Поэтому я не была поставлена в известность. Об этом административном деле я узнала буквально случайно от журналиста из телеграм-канала «Осторожно, новости». Вот. И, к сожалению, да, вот сегодня мой адвокат заявил о том, что нарушены все нормы, то, что меня действительно не поставили в известность, но, к сожалению, это было, не было принято во внимание судом, и как бы все равно приговор был, этот нелепый приговор был вынесен. Мы ждали, наверное, решение, судья удалился на, как бы, удалился для вынесения приговора, и мы ждали его порядка трех часов. Как говорил мой адвокат Дмитрий Захватов, возможно, в течение этих трех часов шли какие-то переговоры с МОС Горсудом, что они пытались выяснить таким образом, как происходило принятие этого решения. Это остается, конечно, тайной, но, тем не менее, судья выскочил, и буквально за 30 секунд, вот после этого трехчасового ожидания, буквально за 30 секунд он, опустив глаза в стол, быстро произнес, что да, Овсянникова виновна, все, вот она должна выплатить 40 тысяч штрафа. Никаких обоснований, почему я виновна, где я дискредитировала армию. Нужно сказать, что это был пост, который я разместила в Фейсбуке к Дню России, к 12 июня. В нем я говорила о том, что в данный момент Россия громит дома украинцев, вместо того, чтобы восстанавливать свои земли, вместо того, чтобы помогать своим гражданам. В то время, как я приводила в этом посте такой факт, что в данный момент на территории России где-то примерно 30% ее граждан живут без центральной канализации и без туалетов, и живут буквально с выгребными ямами. И этот факт настолько меня поразил, что Россия не может сделать буквально элементарные, не может обеспечить своим гражданам элементарные условия бытовые, в то время, как огромные деньги тратятся на войну. И поэтому я сегодня, даже когда выступала в Черемушкинском суде, это проходил процесс, я даже пыталась пошутить на эту тему, но судья не понял моей иронии. Я говорю, вы знаете, я признаю себя виновной в том, что я действительно дискредитировала, наверное, все выгребные ямы в России. Но, тем не менее, я не могу признать свою вину в какой-то дискредитации армии. Но судья не понял, к сожалению, моей иронии. Я знаю, что он удалился. Вот это вот все мы ждали где-то порядка трех часов, пока огласят этот столь нелепый приговор. Марина, вы знаете, у вас вообще какой-то довольно особенный статус в современном информационном поле. С одной стороны, вас все знают, с другой стороны, ощущение, что ни те, ни другие люди с двух сторон, как бы поддерживающие войну, не поддерживающие войну, вот с двух сторон все вами как бы и недовольны. Одни говорят, как же так, что же она делала все эти восемь лет. Восемь лет она была непонятно где, а только потом выразила свою позицию. Потом говорят, она же еще... Почему вот Яша, например, сидит, а ей только штрафики. Вам обидно? Скажите, пожалуйста. Вообще, что вы чувствуете по этому поводу? Слушайте, да мне не обидно. Мне как бы абсолютно нет до этих людей никакого дела, потому что они не представляют, ну, действительно, с чем я сталкиваюсь, с каким психологическим давлением. Вы знаете, честно говоря, мне кажется, неважно, где был человек до 24 февраля. Начало войны стало просто такой, я не знаю, для меня это стало точкой невозврата, когда молчать больше, ну, как бы дальше было нельзя. И мне кажется, все люди, которые выступают против войны, которые начали выступать сразу, скажем так, в первый месяц после войны, они заслуживают никакого там хейта или буллинга, а они заслуживают, скажем так, всяческой поддержки, таких людей надо объединять, я по-прежнему так считаю. То, что мое положение, конечно, незавидное, потому что меня хейтят со всех сторон, постоянно возникает, вот как вы говорите, вопрос, почему она не сидит. Я могу объяснить просто это словами, лучше всех на эту тему сказал Абаз Галямов, потому что никому не нужно было в тот момент делать из меня мучницу, и они придерживаются сейчас такого же, как бы, я надеюсь, что они придерживаются все той же, все тех же мыслей, что не стоит делать из меня мучницу, поэтому они меня штрафуют, у меня уже накопилось штрафов на 120 тысяч, и как бы я постоянно подвергаюсь психологическому давлению, меня пытаются отобрать детей, там, ну, буквально какие-то там мелкие пакости постоянно делают, там, то блокируют собственность на продажу машины, там, и так далее, и так далее, в общем, это продолжается постоянно, этому нет, как бы, я так чувствую, что это никогда не закончится, потому что это психологическое давление используется, как бы, постоянно, плюс еще я тут в течение недели была установлена за мной слежка, слава богу, это прекратилось, это тоже очень сильно действовало на нервы, вот, ну, и все, все, все это достаточно сложно. Детей у вас пытается отобрать муж под вот этим вот соусом вашего политической позиции, вашей политической нестабильности такой? Да, я смотрела этот риск, он настаивает на том, чтобы дети проживали с ним, потому что он считает, что я представляю какую-то угрозу, то, что я исчезла из их жизни, вот, и подвергла якобы детей какой-то опасности, но это абсолютно не так, мой сын уже ему 18 лет, он сам сделал, ну, практически 18 лет он сделал свой самостоятельный выбор, он живет с отцом, а моя дочь сейчас находится вместе со мной, как бы, естественно, я буду бороться в суде для того, чтобы суд определил место жительства моей дочери со мной. Вы некоторое время находились в Европе, даже пытались работать в Германии, если я не ошибаюсь, но вернулись. Вот сейчас, когда на вас заводится одно дело за другим, новые и новые штрафы и так далее, вам не кажется, что нужно уезжать, что в России уже находиться небезопасно? Я понимаю, что в России находиться небезопасно, но это именно то место, где я могу находиться сейчас со своей дочерью, я с ней рядом, я счастлива, и я все-таки не могу, может быть, многие друзья говорили, да, ты приедешь в Россию, ты будешь бороться за своего ребенка, но замолчи, не делай больше никаких антивоенных заявлений, просто молчи, может быть, там, упокайся или что-то сделай. Я сказала, что этот путь, естественно, нет для меня, я, естественно, ни в коем случае не буду каяться и по-прежнему буду выступать против войны, потому что каждый голос, который звучит против войны, из России, он очень ценен, он на вес золота. Как я понимаю, вы, как и я, родом из Одессы, вы туда приезжали после начала войны? Я вам очень завидую. Да, я приезжала туда, да, да. Как вас там приняли? Оценили ли ваш жест, эфирный жест в Одессе? И вообще, как к вам там отнеслись? С одной стороны, вы бывший сотрудник Первого канала, который, конечно же, пропагандистский и политически абсолютно неприемлемый, с другой стороны, вы родились там. Вы знаете, мы находимся в условиях информационной войны, в условиях настоящей войны, поэтому нужно сказать, что никто друг другу не верит. И проблема доверия – это самая большая проблема на сегодняшний день, потому что мои мысли… Я ехала туда, в Украину, как журналист Дзивельта. Я хотела, естественно, поработать как журналист, показать россиянам, что действительно сейчас происходит в Одессе, и в Киеве, может быть, даже, возможно, доехать до Харькова, поговорить с кем-то из высокопоставленных чиновников в Украине. В общем, показать другую реальность, не ту реальность, которую показывал Первый канал. Я думаю, что это было бы интересно россиянам, но, тем не менее, моего благородного порыва, к сожалению, никто не понял. Я думаю, что там, конечно же, вмешались и наши спецслужбы, и легковерные украинцы, которые поверили… Начался этот хейт в соцсетях, которые в тот момент… Я действительно не готова были видеть ни одного человека с российским паспортом на украинской территории. И сейчас я уже понимаю, конечно, что я сделала ошибку, что мой визит в Украину был неуместен с точки зрения именно жителей Украины, потому что, действительно, сейчас, когда российские войска бомбят территорию Украины, любой человек, я думаю, с российским паспортом сейчас неуместен. Возможно, я смогу туда съездить, на свою родину, там посетить своих родственников когда-нибудь, ну, уже в более мирные времена, если, дай бог, они наступят. А родственники что говорят? Что? А родственники что говорят? Родственники меня всячески поддерживают. У меня там живут две двоюродные сестры в Украине, у меня там могила отца, поэтому как бы родственники поддерживают. И более того, сейчас уже можно сказать, что общественное мнение изменилось, потому что очень много пишут украинцев в соцсетях, всячески поддерживают и пишут слова благодарности. Потому что, ну, я не знаю, некоторые люди, понимаете, это специально вот эти вот вбросы шли про то, что я там фейк, про то, что прямых эфиров в России не бывает, про то, что там я работаю на ФСБ и всякие другие ложные, абсолютно ложные умозаключения. Поэтому как бы украинцы верили им, и, к сожалению, да, вот я оказалась в такой ситуации достаточно сложной. Но сейчас ситуация несколько меняется. Спасибо большое. Это была Марина Овсянникова, бывшая сотрудница Первого канала. Сегодня активист, наверное, политический.